Любая улица делится на четную и нечетную стороны. Однако здесь, в поселке Полдомасово, улицу Труда можно разделить на правую и левую части. С правой стороны газопровод провели централизованно, спросив мнение каждого жителя. С левой он появился в прямом смысле слова неожиданно. Буквально с утра жители ушли на работу, а к вечеру через их участки уже проходила труба. К слову сказать, весьма сомнительного качества. Согласно всем нормам безопасности, газовые трубы должны быть бесшовными, а стойки, на которых они лежат, должны иметь специальные прокладки. Здесь же не покрашенные ржавые трубы, отсутствие компенсаторов и неустойчивые удерживающие конструкции. А главное, отсутствие каких-либо разрешительных документов. К слову, на технологических картах этого объекта нет и по сей день. Местные жители сначала обрадовались, потом задумались. Людей никто не известил о том, что будет проложен газопровод. Меня лично никто не извешал ни письменно, ни объявлений у нас не было, ничего не было. Сосед мой, Малинкин, да, он говорит, да, говорит, ко мне подходили. Они требовали, говорит, у меня деньги за подключение к газопроводу. Но, говорит, я им объяснила, мне такой газопровод, говорит, не нужен. И я, говорит, не разрешаю проводить через мою территорию газопровод. Поэтому, говорю, что они спрашивали, вот у меня они не спрашивали, что у того спрашивали. Все равно, ну, газопровод проведен. По факту, газопровод проходит через частные владения. Соответственно, должно быть разрешение от собственника. Кроме того, должны быть соблюдены все меры безопасности. Да и с бытовой точки зрения труба ограничивает жителей в строительстве на собственных участках. Пытались судиться, однако никакого результата. Одной из инстанций газопровод даже был признан незаконным. И появилось распоряжение о его демонтаже. Однако, как говорится, ВОЗ, в нашем случае газопровод, и ныне там. У нас было три судебных заседания. В итоге, все равно, говорю, решение вынесли. Не из-за того, что не установили законный, незаконный газопровод. Просто, как говорится, установили. Суд посчитал, что срок исковой давности. Все. Видимо, получается так, что несколько жителей улицы решили провести себе газопровод. Мы, говорит, отдали деньги в Ушеевку, и нам обещали документы, и все, и все. Кому, чего они передавали. У них нет ни квитанции, ни расписок, ничего. И до сих пор они в суде заявили, что у нас нет никакой документации. Ничего нет. Поэтому мы не знаем вообще. Хотя мы уже выяснили, кто этот газопровод проводил. Это два человека. Два человека, которые ранее работали в Ушеевском газовом участке. На основании чего они проводили, как они проводили, никто не знает. И вообще, куда заплачены деньги, кому. Может, их кто-то просто в карман положил. И вполне реально, что они действительно заплатили кому-то деньги. Только вот никаких документов у них не имеется. Вполне возможно, что люди также стали жертвами обстоятельств и хитрости исполнителей, которые умеют обходить все положенные нормы, наплевав на безопасность и свалив весь ворох проблем на головы самих местных жителей. Я прошу чешу, я прошу просто, чтобы они убрали с моего участка.